Правительство рассматривает возможность прекращения использования системы QR-кодов для отслеживания зараженных COVID-19. В этом сообщил начальник корейского управления по контролю профилактики заболеваний Чон Ынгён, которая 14 февраля приняла участие в специальной телепрограмме KBS. Однако система QR-кодов, подтверждающая статус вакцинации, должна быть сохранена, добавила она. Премьер-министр Республики Корея Ким Бугён, принявший участие в той же программе, пообещал в течение недели доработать детали смягчения правил социального дистанцирования. Он напомнил о том, что владельцы малого бизнеса испытывают финансовые трудности от жестких мер социального дистанцирования. Прежде чем принять какое-либо решение, правительство проконсультируется с экспертами, чтобы гарантировать, что пересмотренные правила социального дистанцирования не ускорят распространение коронавируса. Текущее ограничение, включая запрет на личные встречи с участием более чем шести человек, действует до 20 февраля. С 15 февраля наборы для экспресс-тестирования на антигены COVID-19 доступны в продаже по 6 тысяч вон, 5 долларов за набор. Между тем за сутки 14 февраля в стране подтверждены 57 177 новых случаев COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии коронавируса. В тяжелом и критическом состоянии находится 314 человек. Это на 8 человек больше, чем накануне. 245 940 пациентов получают лечение в домашних условиях. В результате ослаждения хронических заболеваний, вызванных COVID-19 за минувшие сутки умер 61 человек.